Вы знаете, скоро в самом центре Тюмени появится отличное место, которое идеально подойдет и для мальчишника, и для девичника, и для дня рождения. Это площадка, где будет представлено сразу 12 разных баров. Все подробности узнаем у управляющего проектом «Бульвар-бар» Романа Насырова и арт-директора Светланы Печориной. Доброе утро! Доброе утро! Ну расскажите, как вообще пришла такая идея в голову в одном проекте объединить 12 баров? Мы команда активных предпринимателей, постоянно занимаемся поиском новых идей для развития бизнеса. Мы много путешествуем и увидели подобный проект. Он показался нам очень интересным. Мы решили его адаптировать под наш город. Долго думали, взвешивали все плюсы и минусы, скрупулезно подходили к этому моменту. Ну и все-таки решились открыть, потому что в городе Тюмени у нас нет такого подобного проекта, и даже в ближайших городах тоже. Я вообще впервые об этом слышала. Да, и 12 баров. Ну один бар – это что-то большое, а 12 – это какой-то бизнес-центр, где все из баров состоит. А вообще, это знакомое заведение? Ну, уже существующее? Нет. Нет, все заведения, все бары – это абсолютно новое, интересное. То есть все бары будут отличаться не только своим дизайном, но и, естественно, самой атмосферой. У каждого бара будет своя атмосфера и своя концепция. Они с нуля, прости, перебью, с нуля возводятся или это франшиза? Нет, это с нуля, это не франшиза. У каждого бара свой хозяин и владелец. Да, совершенно верно. То есть 12 конкурентов рядом друг с другом? Нет, друзей. Друзей, да? Это дружественная обстановка, дружественная предпринимательство. Что будет помимо баров? Что-то там еще? Конечно, что-то еще. Помимо баров будет устричный небольшой ресторан, если вы любите устрицы. Обожаю устрицы. Тем более ждем вас. И будет замечательный караоке-ресторан с профессиональной караоке-системой. Я скажу больше. Вы почувствуете себя настоящей звездой на сцене, где будет подпевать вам известный бэк-вокалист. Класс. Ну, сейчас-то все готово? Уже устрицы завезли? На каком этапе? Ну, сейчас, на данный момент времени у нас идут отделочные работы. Вчера у нас уже была, прошла презентация официальная нашего проекта, нашей концепции. Прямо на стройке? Прямо на стройке. Вот, нас посетило вчера более 500 человек, это только по спискам. Ага. Да, всем показался концепт очень интересный, очень масштабный, и все нам пожелали успехов. И когда теперь уже все желающие смогут прийти в работающие заведения? Все желающие смогут прийти 30 апреля, это примерная дата нашего открытия. Официальная дата какая, да? Официальная дата. На самом деле, следите за нашими новостями в Инстаграме, в соцсетях, потому что это будет бомба. Ну, звезду привезете какую-нибудь? Конечно. Это будет Мадонна? И не одну. И не одну, так, но вы пока не рассказывайте, да, кто это будет? Секрет. Ну, это остается тайной. Какой будет фейс-контроль в этом заведении? Фейс-контроль у нас будет девушки, это старше 21 года, мужчины старше 24 лет. То есть это те люди, которые уже разбираются в качественном отдыхе, понимают это понятие, в напитках разбираются. Ну и наша миссия сделать отдых людей комфортным, безопасным, уютным, ну и атмосферным, естественно. Это очень интересно, что для парней 24 лет. Мне интересно, что девушки начали разбираться в веселье раньше, чем парни. Но не 18+, да? То есть это специально такой вот ценз возрастной подняли, да? Ну, мы, конечно же, желаем вам удачи, чтобы этот проект развивался, там всегда было много гостей. Насколько я знаю, 700 человек вы сможете вместить, да? Мы ожидаем, да, в течение вечера проходим и 700 человек. Масать, в общем, весь город будет в булевар. Ну, хоть не весь, но мы, да, приглашаем всех однозначно. В рамках наших вот этих вот возрастных все к нам. Всех ждем. Спасибо вам большое. Это будет круто, интересный, масштабный проект. Спасибо, что заглянули, рассказали. Успехов. Всем успехов, да, спасибо. До свидания. До свидания.